Собчак живьём. Твои спектакли при этом очень социальные, очень политические, политизированные. И вот смотри, с одной стороны отморозки, твоя речь на телеканале культуры порезанная. То, что ты очень открыто и правдиво высказываешься по поводу политической ситуации, того, как тебе это всё неприятно, как тебе это всё не нравится. И ты действительно в этом правдив и жёсток. С другой стороны, «Около нуля», легендарная дружба с Сурковым, какие-то отношения с людьми, власть придержащими. Как ты это сочетаешь в себе? Ну, во-первых, спектакль «Около нуля» бы отнёс к первой части того, что ты говорила. Всё-таки это тоже политический спектакль, и он не про то, как у нас всё хорошо. И как победила суверенная демократия. В этом же тоже какой-то сюр. Мы все понимаем, что Натан Дубовицкий, это Владислав Юрьевич Сурков, который пишет такой рассказ, пьесу, ты её ставишь. И он, собственно, тоже о тех проблемах, которые у нас происходят, и политических в том числе. Ты знаешь, что меня просят? Вот это всё абсолютно. Все всё понимают, всё равно продолжают делать. Тут же все между собой дружат, но при этом критикуют. И это та реальность, в которой мы все живём. То есть я это не с осуждением говорю, а с тем, что... В последние дни, значит, Путину пришло про меня письмо, подписанное Владимиром Толстым, что я, ну, понятно, пью кровь младенцев, педофил, некрофил, ну, исчадие русской культуры, меня, в принципе, надо уничтожить. Значит, подписан Владимир Толстой, который руководитель Ясной Поляны. Значит, прихожу я в ЦДЛ и подхожу к столику прекрасного Вала Семёновича Лунгина. Я говорю, вот здравствуйте, Вала Семёновича. Он говорит, ой, я тебя хочу познакомить, вот Володь Толстой. Я говорю, здравствуйте. Ага, а вы же про меня письма пишете Путину. Он говорит, он улыбается так, он улыбается, вратясь, говорит, здравствуйте. Говорит, я к вам хочу прийти на открытие. И я в этот момент не знаю, как себя вести. И я в этот момент понимаю, что вот это, то, о чём ты говоришь, вот эти все какие-то шизофрения, по-другому её назвать нельзя, это не подаётся моему разумению. Потому что если у тебя есть позиция, то ты эту позицию отстаиваешь и за столиком в ЦДЛ, и когда ты подписываешь письмо, это твоя позиция. Вот я, например, так устроен, что если я вот как бы нахожусь в некой позиции по отношению к кому-то, то для меня этот человек, ну, так сказать, слово там не рукопожат, это уже стало, так сказать, мемом. Нет, не хочу говорить. Ну, во всяком случае, да. А тут, видимо, нет. Ну, ты же тоже, смотри, если на это смотреть глобальнее, ты же, и мы все отчасти тоже участники этой шизофрении. Смотри, ты говоришь о том, что спасибо за спектакль, я посвящаю победу людям, которые отстаивают справедливость на улицах, на митингах, садятся за неё в тюрьму. И тут же Сурков – это тот человек, который как раз разгоняет, ну, отчасти противопоставляет этим митингам нашистов и вот всю эту систему, которая 10 лет была создана, он является человеком, с которым ты поддерживаешь отношения, ставишь его пьесы и так далее. В этом же тоже есть... Я не поддерживаю, то есть про отношения говорить... Ну, человек тебе симпатичен как человек? Ты знаешь, это умный человек. Это очень умный человек. У меня, ну, так сказать, уважение к умным людям. Это более, это человек культурный. Человек культурный, ну, как бы... Который понимает ценность культуры. И для меня, наоборот, это важно. То произведение... Я взял повесть около ноля для того, чтобы сделать по ней самый жёсткий спектакль, который я, ну, как бы... Тогда очень хотел сделать. Я его сделал. Это достаточно нелицеприятное, ну, так сказать, отражение ситуации в стране. Но не кажется ли тебе, что это тоже часть большой системы шизофрении одновременно делать вот такие заявления, которые потом честно режут на канале? И, собственно, если бы в это время сидел не Володин, а Сурков, может быть, он бы и был тем человеком, который, поужинав с тобой вечером, ему бы приходилось давать распоряжение отрезать куски этой вещи. Это же такой уроборос абсолютно. Это да, да. Но ты понимаешь, ты же сам тоже, и ты тоже... И я тоже. Причём не просто по биографии являешься частью вот этого безумия. Я поэтому и говорю «мы», и говорю это без осуждения, а с желанием понять, что же... Что с этим делать? Как с этим разобраться, не знаю. Я знаю, что можно, конечно, разойтись совершенно по разным баррикадам и уйти в какую-то совсем жёсткую историю, но тогда я должен бросить культуру и заниматься политикой. То есть если бы я был политик, я бы, конечно, вёл себя совершенно радикально, я бы ни с кем не поддерживал. Вот когда политик, извини меня, сначала говорит одно, стучит кулаком, а потом мы понимаем, что он советуется с Сурковым или с Володиным по возможностям тех или иных своих действий. Вот это полный трэш. Я человек культуры, я мне... Ну, как ты понимаешь, как кажется, ко мне вещи какие-то не нравятся. Но если мне нужно помочь театру, если мне нужно помочь общему делу, то я к этому чиновнику, который мне не нравится, пойду. Вот я для себя эту позицию выбрал. Я к нему пойду и скажу, мне от вас лично ничего не надо. Мне надо, чтобы вы помогали делу. Не боишься ли ты стать человеком, которым будет прикрываться вот эта адская, как мы оба с тобой понимаем, трэшевая система от какой-то критики? Талантливый, потрясающий, молодой, прогрессивный. Я не знаю, но так было всегда. Это любая система и советская. Да, и при любом тоталитаризме, какой был рассвет культуры. Да, при любом тоталитаризме был театр на Таганке, где вроде бы дозволялось, но в какой-то мере то ли и иное. Я тебе скажу, что пока что по отношению к моим спектаклям не было запретительных мер. Если они начнутся, если что-то не случится... Я не спрашиваю, я понимаю. Понимаешь, да? Не об этом. Тогда это будет уже какой-то совсем жуткий звонок. Я, может быть, не так сформулировала. Понятно. Знаешь, старяды рвутся достаточно близко. Последняя биография Маяковского. Мы уже должны заканчивать, но я не могу об этом не спросить. Там очень много его личных писем. Я была потрясена тем, что, безусловно, он в какой-то момент уже стал понимать, что он является рупором того, чего он совершенно не хочет являться, будучи при этом невероятно талантливым, гениальным человеком. Слушай, Ксюш, я тебе скажу... Не станешь ты талантливой, гениальной ширмой, чему-то не хочешь иметь? Нет, я слишком люблю трэш, я слишком люблю идиотические всякие вещи, во мне слишком много иронии, чтобы стать этой ширмой. Они найдут себе другую ширму. Потому что я вот на роль ширмы не гожусь, потому что ну, как-то не слишком серьезно отношусь к... Я, во-первых, ненавижу пропаганду и ненавижу идеологические схемы, поэтому в них никогда вклиниваться не буду. Ну вот по слухам Золотухину пришли и сказали, что надо бы поставить спектакль по пьесе Хинштейна. Ну не надо... Если к тебе так придут. И скажут, знаете, мы же сделали Гоголь, Центр, Кирилл, помогли, ну уж ты тоже давай как-то это. Нет, нет, здесь вопрос, абсолютно критерий простой. Да нет, если пьеса гениальная... Если не гениальная пьеса... То точно не надо. Точно не надо. В дерьмо... И будешь готов оставить. А понимаешь, ну это же вещь очень простая, это... Ну, это искусство. Здесь нельзя быть по блату, по знакомству, это сразу все видно. Здесь театр чем... Честный театр, чем хороший. Что тут нельзя ничего купить. В кино всегда говорю, можно за бабки сняться, крупный план, озвучили другие люди, смонтировали мастера, выгодные ракурсы, свет поставили, получилась супер-пупер-звезда, да. А в театре вышел на сцену или поставил спектакль, если это дерьмо, это видно сразу. А если не дерьмо, публика идет и публике нравится. Скажи, вот послезавтра открытие, и все этого очень ждут, мы надеемся, что все хорошо пройдет. Если так получится, представься, что на это открытие придет Владимир Владимирович Путин. Ты обрадуешься? Он не придет. А если придет, ты обрадуешься? Ты понимаешь, какая штука? Это президент страны, вот которую... ну вот, которого... Которого имеет моя страна сегодня. Слово «радость»... К этой стране неприменимо. Нет, нет, нет. Слово «радость» не точное слово. Я знаю, что я... Знаешь, в культ, в театр должны ходить все. В театре нет... в театре неправильно делать фейс-контроль на входе. Театр – вещь, которая объединяет людей. В театре в зале сидят и мерзавцы, и прекрасные люди, и таланты, и бездари. Но если спектакль хорош, то они за секунду становятся общей публикой. Вот я хочу, чтобы театр объединял людей. Кто бы ни пришел к нам завтра, послезавтра, там, значит, на открытие, мы будем всем рады, но будем продолжать делать то и говорить о том, о чем считаем важным. О справедливости, о свободе, о порядочности, о честности. И наша задача – власть придержащим, об этом постоянно напоминать. А также напоминать, что мементо море, и что в гробу карманов нет, и что все это когда-нибудь закончится, и что все уходят из этой жизни так же, как приходят, абсолютно голыми. В этом глобальная задача искусства. Знаешь, вот есть в Эстонии один мой любимый алтарь, где изображены все властители мира – епископ, король, главный рыцарь, и вокруг них пляшут такие скелеты смерти, обнимают их, танцуют с ними. Это говорит о том, что этим алтарем художник сообщил всем властителям, чтобы они всегда помнили одну простую вещь, что где-то рядом с ними, недалеко, бродит кослявая. И она будет их так же, так сказать, бить по голове и так же унесет за собой, как и бомжа, как и, я не знаю, там, талантливого артиста или хорошего доктора. У всех конец один. Вот как ты проживешь жизнь, вот так с тебя и спросится. Вот в этом я вижу свою задачу. Пускай приходит кто хочет. Спасибо большое. У нас в гостях был Кирилл Серебренников. Я в конце всегда дарю книгу. Вот я посмотрю. Мне очень... А прямо сейчас посмотри, да, в кадре. Интересно, поймешь ли, почему я ее тебе выбрала. Так. Как я люблю открывать подарки. Ты знаешь, это что-то, конечно, детское. Видишь, как упаковано. Упаковано и очень интеллигентно. Некоторые, знаешь, кстати, про упаковки. Некоторые упаковки не хочется раз... А-а-а... Я тебе очень благодарен за эту книжку. Это один из томов Анатолия Васильевича Ефроса. Я тебе скажу, что у нас в театре будут стоять зеркальные портреты, такие портреты зеркала больших, великих режиссеров. Среди них есть Ефрос. Будут их высказывания. Очень для меня это важная история. Такие 13 апостолов театра. Среди них есть даже и живущие ныне. Вот. Так что спасибо. Спасибо тебе большое. Это была программа «Собчак живи». Мы увидимся с вами ровно через неделю.